Первые месяцы весны ознаменуют для служб ЖКХ начало горячего времени по наведению чистоты и порядка в городе и поселениях районов. И как всегда в апреле череда субботников призвана помочь им в этом деле. Внести свое лепто в обновление города может каждый и не дожидаясь официальных субботников. Так члены молодой гвардии уже приступили к обновлению города. И нас уже с Сергеем Михайловичем Гребенченко, с нашим главой уже в прошлое воскресенье вытащили нас на первый субботник. И мы уже, как говорится, задел сделали. Официально субботники начнутся уже с ближайшей субботы. По этому поводу в администрации прошло заседание штаба субботника, чтобы определить, какая организация за какую территорию отвечает. И что необходимо подготовить для успешного и плодотворного проведения субботника. Посмотрим в сам день, в субботний, как народ выйдет, с каким энтузиазмом будет работать. Так все мероприятия, которые необходимо было провести, мы подготовили. Вы сами видели, вопросов на обсуждение и на согласование не поступило, если они были единичные. Всего за апрель месяц пройдут пять субботников. И к маю районы города должны по весеннему сверкать чистотой и радовать своих жителей. За это время все поселения, да и сам город, будут избавлены от мусора, стихийных свалок, где необходимо будут обновлены фасады. Побелить, покрасить остановки, деревья, фасады привести в порядок. То есть перечень работ, не только мусор собрать, а новый, как говорится, весенний облик придать нашему району. Чтобы с приходом весны наш район засверкал, засветился. После каждого субботника будут проходить подобные совещания и подводиться итоги. Произведен разбор всех накладок, случившихся в течение работы, с тем, чтобы на следующем субботнике подобных случаев не допустить. Будем оценки давать, как положительные, так и отрицательные. Инспектировать будем. В саму субботу будет объезд с фотофиксацией. Конечно, будем собирать и статистическую информацию, где, на какой территории, кто и сколько человек выходило, какие виды работ проведены. На следующий субботник будем корректировать. Конечно, только силами организации предприятий города и района с поставленной задачей не справятся. Поэтому помощь населения переоценить невозможно. Так давайте же поможем сделать город по весеннему чистым и праздничным. Надеюсь, что уже минимум со второго субботника простые жители уже будут выходить. То есть первый субботник, понятно, коллективы наши все, предприятия, учреждения, управляющие компании. Но будем, конечно, настойчиво приглашать жителей. Пока житель не уберет свой мусор, он не перестанет мусорить. А чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят.